В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях Михаил Делягин, депутат Государственной Думы, доктор экономических наук. А поговорим мы о развитии Дальнего Востока. Михаил Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что ваша жизнь так или иначе связана с Дальним Востоком, с Приморьем. Вы служили у нас в Приморском крае. Но первый вопрос хочется задать такой простой и понятный зрителю нашему, прежде чем мы начнем углубляться в развитие Дальнего Востока. Как оцениваете Дальний Восток и что для вас и кто для вас дальневосточники? Ну, знаете, я в 1986 году попал в Малый Лярич, это 200 километров к северу отсюда. Между двумя сопками, вот, значит, московский мальчик в очучках, и вот, значит, туда. Вот. Так что Приморье – это часть моего сердца. Но для меня Дальний Восток, я не был на Чукотке, я не был в Магданском крае. Все, в остальных местах я был. Для меня Дальний Восток, ну, Курилых еще не был. Дальний Восток для меня – это территория свободы. Ну, правда, у нас вся Россия к востоку от Урала – территория свободы и североевропейской части. Но вы еще отличаетесь от всех остальных абсолютной предприимчивостью. То есть, вот чувствуется, что вот здесь действительно край. Да, даже название областей – Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край. Ну, с Сахалином, так сказать, немножко невязочка вышла, но я думаю, что и Сахалин, и Магдан исправятся. В области тоже переименуют на край. И действительно край. С точки зрения России – край земли. Вот Тихий океан, вот весь мир. И люди, которые здесь живут, они видят перед собой весь мир, в отличие от, как же, меня, который сидит там где-то в деревне в Подмосковье. И огромная предприимчивость. Огромная. И это прямо выделяет приморцев, выделяет камчатцев, и в европейской части России, и из общей массы людей очень сильно. Вы говорите, что это свобода в первую очередь внутренняя свобода, а не идет речь. Внутренняя свобода, и абсолютно предприимчивость с ней. Я понимаю, что когда у вас там тайфун, когда у вас мусон, когда у вас плохая погода, когда у вас мост размыло, который там при советской власти забыто уже построили, тут со свободой перемещения плохо, что уж тут далеко ходить. Я говорю о внутренней свободе. Вы к нам прибыли в гости совсем ненадолго, буквально на пороге Восточного экономического форума. И вот какой вопрос хочется задать. Зачем уже создавать лишние пробки? У вас их так будет достаточно. Вы знаете, вот ездишь по России, и такой гостеприимный народ. В каждом городе, даже в каждом поселке люди стараются, чтобы приехавший москвич чувствовал себя как дома и обеспечивает пробку. Ну, без этого никуда. А сейчас мы ехали из аэропорта, к вам чуть не опоздали, потому что узбекомобиль загорелся на трассе. А, да, буквально только что в новостях об этом сообщи. Это Хайтанарба. Ничего, вы еще на русский остров в пробке постоите, если туда поедете. Постоин. Постоин. Там ремонт поставили. Главное, что я все время туда в дизбат не попал, а остальное можно поставить. Да, остальное не страшно. Восточный экономический форум – это площадка по привлечению инвестиций. Это какие-то сотрудничества всесторонние со странами АТР в первую очередь. Но хочется честного ответа, честного и правдивого. Я ни в коем случае не умоляю важности этого события. Седьмой раз проводится Восточный экономический форум у нас во Владивостоке. Но так ли наш регион интересен инвесторам? Вы знаете, были моменты, когда можно было просто лежать на диване, как в падишах, и принимать караван приходящих инвесторов, выбирая вот это, вот это, вот это. Вы пока проходите, мы к вам потом обратимся. Первые два раза это было невозможно, потому что еще был малоизвестен форум. И когда начался коронавирус, тоже это стало невозможно, потому что у нас совершенно другие условия. Но сейчас, понимаете, мы смотрим на мир со своей точки зрения, мы думаем о своих проблемах. И да, действительно, там здесь санкции, здесь страхи, здесь кризис глобальной логистики, здесь, так сказать, коронавирус еще в Китае продолжается со всеми ограничениями. Да. А теперь посмотрите на нас с их точки зрения. Им казалось, как и нам, что любую вещь в мире можно купить. Протянуть руку, вам ее доставят. У нас это чувство разрушено было сначала коронавирусом, сейчас санкциями. Но кризис глобальной логистики начался в 2020 году, и он никуда не делся. И все смотрят с ужасом, потому что всем нужно сырье, все нуждаются в сырье, в том числе в нашем. И понимают, что сырье, которое идет по морю, может не дойти в любой момент. Там кто-то боится китайских авианосцев, в основном, конечно, боятся американских авианосцев. Про сомалийских пиратов все уже забыли, а напрасно. Страховые компании хуже любых сомалийских пиратов, как мы могли убедиться в этом совсем недавно. И как Запад тоже в этом убеждается. По морю, да, конечно, очень легко довезти. И как-то все это работало, но сейчас это все как-то перестает работать. И вопрос доступности сырья, помимо того, что оно дико дорогое, все. Просто довезти сырье становится критически значимым. Посмотрите, Япония против нас ввела технологические санкции. Япония прекратила поставки грузовиков маломальски серьезных. И сейчас Япония сидит и трясется, что мы ее отключим от нефти и газосохранения. Для них это будет катастрофой. Я не очень понимаю, почему мы это до сих пор не отключили. Может быть, мы их порадуем на Восточном экономическом форуме. Или, может быть, мы им намекнем, что ребята ведут себя прилично. А то, не знаю, как это все будет происходить, но мы обладаем источниками сырья. Даже особо не занимаясь своим развитием. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас потихонечку начинает нормализация ситуации в сфере добычи рыбы. И те, кто привык получать все и практически за бесплатно, они серьезно нервничают по поводу всех этих забавных цифровых систем, которые с точки зрения рыбаков – это ужас, 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 это жуткая помеха. Зачем мне на эту рыбу вешать штрих-код и все остальное? Это только помеха. И это пока работает достаточно плохо. Но наши партнеры с ужасом думают о том, что да, сейчас это работает плохо, через какое-то время это начнет работать хорошо. И тогда они останутся без бесплатной или почти бесплатной рыбы. Это серьезно. Это тоже повод, который, в общем, неплохо было бы обсудить. Ребята, хотите иметь рыбку? Будет хорошо, если это вы развернете здесь, рыбоперерабатывающую промышленность. А то ведь мы развернем, или еще кто-нибудь развернет, вы тогда останетесь. Вы сможете покупать только готовый продукт, останетесь без добавленной стоимости. Дальше. Меняются форматы. Очень многие вещи, привычные, незыблемые, они рушатся. Это касается не только глобальной логистики, не только, так сказать, отношений с некоторыми странами. Вот, казалось бы, взять Гонконг. Помните революцию зонтиков, скандалы, так сказать, вхождение в Китай? С чего все началось? Началось с того, что Гонконг лет пять назад вошел в автоматизированную систему обмена финансовой информации. В первую очередь, с Соединенными Штатами Америки. И один из двух финансовых центров Азиатско-Техоокеанского региона, там Гонконг и Сингапур, он стал абсолютно прозрачным для американцев. После чего огромное количество, вроде бы, абсолютно лояльных к Америке крупных корпораций, глобальных региональных, не западных, к злопой. Вы знаете, а нам вот это вот не нужно. И они стали искать другой финансовый центр. И, собственно говоря, весь этот хаос вокруг Гонконга отчасти был призван замаскировать эту ситуацию, замаскировать падение значения Гонконга как финансового центра не для Китая, для всего АТР. Сингапур перегружен. Ну, там расчет простой, вы корабль пригоняете, вот, обеспечение ваших финансовых операций. Поэтому должен быть большой рейд. Там забито все. Пожалуйста, Владивосток, остров Русский, пожалуйста, вводите отдельный, особый, да, к сожалению, придется вводить особый финансовый режим, ничего не поделаешь. Потому что в Азиатско-Техоокеанском регионе все серьезные игроки друг другу не доверяют. А мы, так получилось, что мы, в общем-то, нейтрайны. И нам доверяют. Мы дружим со всеми. Мы со всеми дружим, ну, с кем-то сейчас меньше. Но это не наша проблема, это их проблема. И мы можем создать этот финансово-расчетный центр. Да, это потребует время, потребует усилий. Сейчас, если бы мы сегодня его имели готово, он бы сегодня не взлетел, потому что санкции. Но завтра он взлетит, и послезавтра он взлетит. Начинает, значит, надо сейчас. Возможности для этого есть. А инвестиции по большому счету, да, конечно, можно построить порт под это дело огромное. А можно просто сказать, ребята, мы вводим особый правовой режим по образцу Гонконга, вот на этой территории. Если она будет заполнена вашими инвестициями, дорогие товарищи, будем ее расширять. У нас хоть на всю прибрежную линию можно ее расширить. И вперед. И это будет реальная возможность стратегического развития. Я не знаю, почему до сих пор эта идея родилась в Владивостоке. Эта идея мне рассказали здесь, ну, года три назад. Четыре. Вот, я думаю, что пришло время за нее браться. И таких идей довольно много, на самом деле. Таких идей довольно много. Ну, сейчас Камчатск, вот я прилетел из Камчатки, Камчатский губернатор, у него, значит, идея развивать туризм. Ну, я бы, как экономист, конечно, предпочел бы рыбы переработку сначала, уже потом, туризм. Ну, как человек с европейской части России, туризм, конечно, ура, ура, ура. Да, конечно, всякие неприятности возникают. Кто-то что-то лишнее не совсем точно сказал. Это жизнь, это нормально. Но реально уже дополнительный самолет запустили на Камчатку. Понимаете? Вот, а все говорят, ой, а как же мы будем летать, ой, авиационный каннибализм. И это плохо, и это плохо, и это плохо. И рейсов стало меньше. Да, кстати, дополнительный рейс пускаем. Раньше было два рейса в день, теперь три. Еще чартеры полетят. И это вот происходит как бы подряд. Ну, Камчатка хорошо, а у вас-то здесь туристический красот не меньше, ну, поменьше. Но зато они значительно ближе, в большей транспортной доступности. У вас же нет развлечений, когда августовским жарким полным, под палящим солнцем группа людей бежит с туристами, ну, как на берегу Байкала. И, значит, все дружно бегут на ряд, и, значит, на берегу местные останавливаются, ну, а туристы прыгают. Сначала прыгают туда, потом выпрыгивают оттуда точно так же. У вас же можно плавать. У вас и дайвинг можно развивать, и не полярный, а обычный. Самый обычный. У вас совершенно потрясающие красоты около заповедников. Остров Русский сам по себе, объект с этими пушками. Немножко, конечно, нужно с товарищами военными поговорить, чтобы они как бы расширили место, расширили эти доступность к фортам. Потому что там есть форты, которые уже все сделано для туристов, подготовлено. Самые интересные форты, как я понимаю, чуть в глубине, и они пока еще недоступны. Ну, это вряд ли какие-то стратегические военные объекты. Перенести за бортом на условный километр, по-моему, все-таки несложно. Так что возможностей-то много. Мы торгуем со странами АТР. А потенциал наш, внешнеэкономический, он развит или нет? Ну, безусловно, он не такой, какой хотелось бы. Но вот что у вас случилось сейчас? Санкции, ужас, кошмар, падение импорта, все плохо. Что происходит с бюджетом Приморского края? А ничего не происходит. Ничего пока не было. Вообще все в порядке. Я боюсь уточнять, может быть, даже все слишком в порядке, но как минимум никаких катастрофических изменений нет. Почему? А потому что, значит, наши, с одной стороны, наши доблестные специалисты по развитию автопрома, которые превратили Россию в страну, которая производит легковые автомобили, в страну, которая прикручивает к легковым автомобилям задние дверцы. С другой стороны, наши доблестные автодилеры, которые задрали цены так, что как будто все, что они покупают, они покупали по 120 рублей за доллар, в том числе машины, которые полностью из российских комплектующих. В результате спрос на японские бэушные автомобили подскочил, но по самым пессимистическим оценкам, на третью. И другие направления тоже. И уголь идет на экспорт. У нас же закончилась зеленая повестка дня. У нас же теперь самое зеленое, самое экологичное топливо – это уголь, как выяснилось. Еще осталось атомной электростанции сделать самым экологичным топливом. Вместе с хранением отходов и их переработкой. Но вот, пожалуйста, вот внешнеэкономические связи. Казалось бы, все ввели санкции. Ужас, 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 ужас. Бюджет этого не заметил. Я понимаю, что люди потеряли работу довольно многие. Но в бюджете есть средства для того, чтобы это дело частично компенсировать. И федерально, и регионально. Еще порядка десяти лет назад, наверное, в правительстве появился такой вектор – поворот на восток. Что сегодня реально сделано в этом направлении? Ну, как сказать, сначала вы машете языками, потом из этого поднимается ветер, а потом вы начинаете двигаться вместе с ветром. Ворот на восток был идеей 2014 года, когда против нас ввели первые серьезные санкции. Начали выйти. Стало ясно, что конфликт с Западом серьезный. Но тогда, если с Западом не получается, вот мы Западу будем грозить. И это, в общем, дальше риторики особо не ушло, к сожалению. Я бы предпочел, конечно, поворот к России. Потому что, когда мы разовьем свою собственную промышленность, когда здесь будут созданы условия для предпринимательства, для промышленного производства, для высоких технологий, ну, хотя бы как в Китае, это несложно на самом деле, это совсем недорого. Тогда мы будем неуязвимы. А вообще, мы будем просто плевать на все, что происходит вокруг нас. Нас это касаться не будет. Мы будем смотреть новости, как художественный фильм про Запад. Ой, как интересно. Ну, надо же. Вот сейчас мы, к сожалению, по этому пути толково не пошли. Но разворот на восток, в общем-то, происходит вынужденно. Потому что Запад опустил железный занавес. Ну, значит, то, что мы раньше брали у Запада, мы теперь берем с востока. Ну, грубо говоря, раньше как Шерпотреб прозвоился в Китае. Его везли в Италию. В Италии, ну, на самом деле, в хорошем случае в Италии. А обычно на вьетнамских подпольных цехах в Москве лепили лейблы. И, соответственно, по всей стране продавали, как европейские изделия брендовые. Так, вообще-то говоря, это надо брать просто в Китае, где все это шьется, где все это делается. И потом перетаскивать к себе. Защищать таможенными пошлинами. Вот, о, все равно уже умерло, можно не обращать внимания. Обеспечивать дешевый кредит, обеспечивать произвол, ограничивать произвол монополий. Какая монополия не ограничится, национализирует, ничего не поделаешь. Да, мягонько, как англичане сделали после войны. У них же Англия после Второй мировой войны, она экономически была уничтожена. Они были банкроты, у них не было ничего. Что они сделали? Они национализировали базу отрасли промышленности. Их не очень много осталось, но осталось. Снизили цены за счет этого, потому что эти отрасли работали уже не на яхты олигархов, они работали на страну. Снизили за счет этого цены. И за счет снижения цен на все материальные сдержки, на банковский кредит, на коммуналку, на свет, на все, кроме рабочей силы, они дали возможность больше оплатить рабочим, раз, и они дали простор развития высоких технологий. Все. Довольно просто. И наши многие олигархи, которые предъявляют государству ультиматумы, просто напрашиваются. У нас слишком вежливое государство. Вежливость национальное русское заболевание. Ну, что называется, будем выздоравливать. Лечиться. Выздоравливать. Выздоравливать. Мы когда-либо, Дальний Восток я сейчас имею в виду, сможем достигнуть устойчивого роста в экономике? Или нам до этого еще далеко? Нам до этого трудно. Далеко или нет, это зависит, в первую очередь, от федеральной политики. Не может Дальний Восток сделать кредит 2%. А доступный кредит 2% годового. Ну, не может Дальний Восток обеспечить, ввести высокие стандарты социального обеспечения. Хотя, знаете, татарь, потому что это федеральная политика. Хотя татария в 1996 году сказала, что, знаете, мы будем жить плохо или мы будем жить хорошо, но никто на нашей территории не сможет платить зарплату ниже реального прожиточного минимума. Они это сделали в 1996 году. Второй регион, который это сделал, была Москва. Знаете, когда? В 2016, 20 лет спустя. А потом это сделали по всей стране. Да, у нас занижен варварский прожиточный минимум. Его считают, вообще не будем говорить как. Ну, в принципе, работать. Так что, в принципе, можете и вы с этого начать. Другое дело, что для этого нужно обеспечить должный контроль за использованием природных ресурсов. Когда продолжается черная вырубка леса. Снизилась, кстати. Нет, она снизилась. Я думаю, что стоит изучить опыт Левченко в Иркутске, который снизил в разы. Вот сейчас был на Камчатке. Там, значит, специалисты все говорят, вы знаете, вот по грубым оценкам у нас три четверти рыбы идет нелегально. Три четверти рыбы идет нелегально. При этом людям эта рыба не достается. Это не люди браконьерят. Ну, кто-то браконьерит, но это совершенно незначительный масштаб. То есть, если обеспечить контроль за всей рыбой, которая добывается на Камчатке. Я не говорю, что нужно начать перерабатывать это сложное следующее значение. Просто начать контролировать и собирать те копейки, что собираются и сейчас. Мы уже получим. Мы уже получим, ну, не полную экономическую самодостаточность в Камчатке. Но то, что федеральная субсидия, можно будет снизить ее в два раза. А если ее не снижать, то половину этой субсидии направить с поддержания штанов на развитие. Пожалуйста. У вас резервы меньше, чем на Камчатке. Они тоже есть. Тоже есть. Ну, тоже есть федеральные вещи, которые, конечно, печальные. Я думаю, что все налоги нужно врать с места размещения производства, с физического производства. Налоги должны платить не офис. Налоги должны платить там, где деньги зарабатываются. Это касается всего. Но это одна из проблем, о которой он говорит свой четверть века. И пора бы закончить. Не говорите, начать делать. Я вот спрашивала у вас о том, а почему, а почему, да, почему мы не можем то, почему мы не можем это. Вы говорите, федеральный центр. Нет, понимаете, это тоже отговорка, конечно, федеральный центр. Две проблемы. Во-первых, было довольно много денег, которые доставались, скажем так, тусовочке, которая принимала решение. И ей можно было не напрягаться. Поэтому страна деградировала, а у тусовочек все было в порядке, и можно было, так сказать, не обращать внимания на страну. Эти возможности закончились. Спасибо Западу. Как это не грустно говорить. С другой стороны, к сожалению, российское государство создавалось в недрах советского государства. Российская государственность. Это моя гипотеза, но я могу ее высказывать, потому что я при этом присутствовал, увидел это своими глазами. Я бы не там был 22 года, я не понимал, что я видел, но я потом понял, что это значило. Российская государственность создавалась еще в недрах советской в 1990 году, как машинка по разграблению советского наследства. Дефолт 1998 года – это был признак того, что материальный капитал, в общем, был поделен. Дальше оставались крохи. И с 1998 по 2003 год у нас была возможность выхода из разграбления в развитии, смена модели. Но в 2003 году гений Анатолий Борисович Чубайс, который сказал, а можно грабить не только материальный капитал, можно и организационный капитал разворовывать. Что такое реформа РАОС России по Чубайсу? Это взяли отрасль и просто ее по-другому структурировали. Там масштабы приватизации были не катастрофичны. Ее просто по-другому структурировали. И локомотив любой экономики в России превратился в ее Турмс. Из этого были сняты огромные деньги. А дальше монетизация льгот 5-го года уже забытая. Это разграбление социального капитала. Ликвидация образования, оптимизация здравоохранения, разрушение культуры, разрушение системы социальной помощи. Это все разграбление социального капитала. Кончилось. Этих возможностей больше нет. Соответственно, сейчас наше государство стоит перед выбором. Или катастрофа, или переход в развитие. Поскольку инстинкты самосохранения сохранились, я думаю, что мы перейдем в развитие. Это будет очень больно, это будет очень неприятно. Будет очень много ошибок. Ничего не поделаешь, но это будет. И мы это сделаем. Если мы уже заговорили о каких-то социальных вещах, очень важная точка такая – это население. Это не точка, это смысл. Это смысл, да. Сейчас отток дальневосточников несколько снизился, но все-таки не прекратился. Все уже уехали. Все уже уехали, наверное, да, кто хотел, по крайней мере. А как привлечь сюда людей? Реально привлечь сюда людей? Что для этого можно сделать? Я бы просто не брал налоги со всего, что к востоку от Байкала. Вот налоги с производства я бы не брал. И налоги я брал бы с доходов, только с больших доходов. Вот просто вот эта территория, ребята, пять лет освобождаются от налоги. Малый и средний бизнес на 20 лет освобождаются от налога. Пожалуйста. Потому что налог сам по себе – это, помимо того, что это платится деньги, это жуткая каждодневная нервотрепка. И очень много людей, я понимаю, что это не совсем стыкуется с тем, что я говорил про рыбу, но рыба – это природные ресурсы. Это все-таки другой тип обложения. А вот с обрабатывающей промышленности, с производства как такового, с той же самой рыбоперерабатывающей промышленности, когда будут ставить заводы, я бы вообще не брал бы налоги. Не только с Дальнего Востока, а со всего, что к востоку от Байкала. Нет, ну, разумеется, когда мы добываем алмазы, то это, конечно, нужно облагать налогами. Если где-то есть другие сверхрентабельные виды бизнеса, да. Ну, а вот обычные ее деятельности просто принять как факт, что это особая территория для того, чтобы люди свою инициативность, раскрепощенность и даже какую-то, ну, отчасти авантюризм могли реализовывать здесь в целях развития, а не реализовывать ее в виде переезда в Санкт-Петербург. Ну, то есть это не только высокие зарплаты, как мы привыкли думать. Это несколько других вещей. Понимаете, на самом деле... Потому что мы же все жалуемся на... А что такое высокие зарплаты? Это вы уровень цен снизьте. Ну, вот, пожалуйста. Совсем недавно, 30 лет назад, Камчатка обеспечила овощами, овощами. Себя, Чукотку, Магадан. И, кстати говоря, во время, так сказать, плохой погоды и Приморский край тоже. Я был в этом Мильковском районе, там руины теплиц, обычных теплиц, ничего сложного у них нету, оконные стекла, невысокие, заросшие лесом. Восстановить эти теплицы 10 миллионов рублей. Ну, 20. Это копейки, это крохи. Особенно на фоне этих денег, которые имеет Камчатка. И не только от рыбы, но и от федерального центра. Почему этого не делают? А этого не делают потому, что огромный бизнес и, соответственно, политическое лобби сложилось на завозе продовольствия. Да, пластиковые огурцы из Китая, но лишь бы не свое. Но это же все оказывается под большим вопросом. Это же все сейчас уже не гарантировано так, как было гарантировано 5 лет назад. И уже люди, которые отбрыкивались от фермеров, которые могли обеспечить продовольственную безопасность, это с одной стороны. А с другой стороны бизнес. Дальше пойдет переработка. Дальше эти огурцы будут солить, мариновать, запасать и так далее. Вот. Они уже, даже самые за скорозу люди, начали задумываться о том, что вот, да, вот то, что нам уже 10 лет говорят, наверное, в этом какой-то смысл может быть даже и есть. Хотя это противоречит их, если совсем, грубо говоря, коммерческим интересам. Вот так что нужно развивать все в каждой точке. Для этого, к сожалению, правила игры устанавливаются федеральным центром. Но для Дальнего Востока, для Северов должны быть отдельные условия. Ну и для таких замечательных регионов, как Забайкаль и, конечно, Бурятия, конечно, тоже особые условия. Кстати, по поводу поддержки, по поводу социалки, когда была пандемия, ну, она сейчас не закончилась, но имеется в виду, когда она только началась, когда все это было для нас ощутимее несколько, государство поддерживало семьи от 5 до 10 тысяч рублей выплачивалось. А сейчас стоят ли какие-то меры поддержки подобные внедрять? А сколько стоит собрать ребенка в школу вот сейчас? Ну, тысяч 20, не меньше. Тысяч 20, не меньше. Вот в Санкт-Петербурге, мне знакомые считали так подробненько, 52 тысячи рублей. Потому что цена там ниже, чем здесь. Ну, допустим, это как бы хорошо собрать в школу, не по минимуму, минимуму. Ну, минимум, минимумум, это где-то 32-35 тысяч рублей. Вот. Ну, если мы такие цены установили на детей, 10 тысяч рублей на ребенка к 1 сентября. Маловато. Маловато. Но хотя бы, хоть так, хоть что-то. А в этом кто-то говорит, не, тишина, как на кладбище. А это вообще, как так можно? Ну, так, коронавируса у нас нету. Нет у нас коронавируса. А последствия коронавируса, все больницы забиты. Я не знаю, как у вас. Забиты. Но осложнение после коронавируса или там после медицинских опытов над людьми, это уже никто не узнает толком. Для этого нужно отдельное исследование проводить. Осложнение-то налицо, все больницы забиты. Да? Хорошо. Проблемы с санкциями. Они же по людям бьют. Люди же работы лишаются. Ну, ребята, ну, ладно, хорошо. Депутатам не надо 10 тысяч рублей, министрам не надо 10 тысяч рублей, губернаторам не надо 10 тысяч рублей, всем остальным-то дайте. Об этом даже мысли никакой нет. Вот он, пожалуйста, социальная ориентированность государственной политики. Еще в федеральном бюджете деньги есть. Там на 1 мая валялось без движения 17,5 триллионов рублей. Триллионов. Триллионов. Из которых только примерно две трети было признано в фонде национального благосостояния. Дальше все, кроме фонда национального благосостояния, засекретили. Но все равно на 1 августа еще должно быть где-то не меньше 15 триллионов. Не только через Приморский край идет поток дополнительного импорта, не только Приморский край выигрывает от экспорта сырья. Но понятно, что хорошо выигрывать. Но есть и другие регионы, в которых все в порядке, федерального бюджета тоже, в общем-то, достаются от этого деньги. Потому что не меньше 15 триллионов там еще лежат. 10 тысяч на 70% наших детей это дайте. Потому что у нас уровень бедности – это процентов 70. Есть уровень нищеты, который официально признается. Люди с доходом ниже прожиточным минимумом. Он называется уровень бедности. На самом деле это уровень нищеты. Я когда некоторых своих коллег в парламенте предлагаю им пожить на этот прожиточный минимум, они даже не обижаются. Их даже не обижаются. Они себе это даже вообразить не могут. Я в пятом году пытался прожить. Я до 28 дня дотянул. Дальше я понял, что все-таки здоровье лучше поберечь. А тогда разрыв между реальным прожиточным минимумом и официальным был меньше, чем сейчас. Так что, как бы, если тот, кто забыл о населении, тому о себе напомнит народ. К сожалению. Задам последний вопрос. Он сегодня остро стоит для всей страны, не только для Дальнего Востока. Ситуация с Украиной. Как она отразится на нашей стране, на Дальнем Востоке? В перспективу, если смотреть. Как отражаются военные действия на людях? Крайне негативно. Риск получить похоронку. Это реальный риск. Это есть. Никуда от этого мы не денемся. Это надолго. Потому что какой бы клочок Бандеровского ингли бы мы не оставили, его все равно придется защищать. Он все равно будет оугаться террористическими актами, которые, знаете, как это самое, клещевой энцефалит на моих глазах, от Урала дошел до Москвы. Ну и теракты дают от Москвы и пойдут дальше. Террористическая деятельность у нее есть, к сожалению, свои объективные законы. Это надо понимать. Поэтому пока мы это осиное гнездо не зачистим, будет сложно. Что касается экономических санкций, Вы знаете, мы с 2011 года, с делом Магнитского, мы стоим и не отвечаем. Нас бьют, нас плюют, про нас лгут. А мы стоим и радостно обтекаем. Не надо, мол, сердить. Это называется виктивное поведение. Поведение, провоцирующее дальнейшую агрессию. Вот если бы мы в марте месяце этого года прекратили бы поставки Западу сырья, без которого он не может просуществовать, мы бы сейчас понятия не имели о том, что какие-то санкции, какая-то Япония нам что-то не подставляет, каких-то нет комплектующих. Все было бы отменено давным-давно. И 300 миллиардов украденных у нас денег лежали бы у нас в кармане. Мучительно бы пытались. И мы мучительно пытались бы понять, что с ними делать и как их замораживать дальше. Если вы терпите, или вы начнете давать задачи, или вас уничтожат. Украина – это просто пора. Восемь с половиной лет мы закрывали глаза на, не люблю это слово, но это реальность, на фашизм, который направлен на уничтожение нас, точно так же, как гитлеровский фашизм был направлен на уничтожение евреев. И пособником этого фашизма мы должны бить по всем чувствительным частям тела. У них это кошелек установлен. И тогда все будет хорошо. А если мы будем вызывать к совести, если мы будем обращаться к международному праву, если мы будем говорить, ну нельзя же так лгать, господа. В 11 лет можно же убедиться, что это в пустоту. Что это то же самое, что с англичанином говорить на древнеяпонском языке. Ему будет очень интересно, но он не поймет ничего. А вот если обратиться к его кошельку, он поймет все и сразу. И быстро. И мгновенно. Хочется смотреть в светлое будущее все-таки. А оно светлое, собственно. Здесь же солнце встает. У вас самое светлое будущее в Российской Федерации. Да, у нас, по крайней мере, с нас начинается один. Самое первое и самое светлое. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо вам. Приходите к нам еще. Будем говорить о развитии нашего региона. Это же совсем рядом. 8 часов езды. Ну всего. Рядышком. По московским-то меркам это вообще ближний свет. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о развитии Дальнего Востока. В гостях у нас был депутат Государственной Думы Михаил Делягин. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.